Даже в унылое советское время, тем не менее, все равно были системы, которые позволяли делать вещи удобнее. Ну, например, все лекарства должны были по ГОСТам, их этикетки окрашиваться в разные цвета, ну, специальные. Это, кстати, сейчас является азбукой дизайнеров коммуникационных. Например, при оформлении упаковки медикаментов очень важна цветовая идентификация. Были исследования, которые говорили, там был точный процент уменьшения количества операционных ошибок. Ошибок во время операции, соответственно, уменьшение рисков для пациентов, когда врач мог перепутать два препарата просто потому, что они были похожего цвета или что-то еще. Ну, классический пример, мне он очень нравится. Вот это удивительно, в стране, которая вообще не думала про экологию, ну, так, серьезно, а думала про развитие, про индустриализацию, и была, в общем, такой, ну, не знаю, тоталитарной даже отчасти, был придуман самый экологичный вид упаковки для молочных продуктов. Это стеклянная бутылка, оборачиваемая, ее можно было сдать и использовать многократно. И крышки, там не было этикеток никаких, не было никакого полиэтилена, целлофана, никакого картона, который один раз используется. Причем эти крышки, крышки были, мало того, что там могли быть одного цвета или другого, или полосочки печатались, чтобы отличить кефир от ряженки. Но, какая красота, там даже не было печати, на этих крышках не печатались буквы, а буквы выдавливались, потому что крышки были жестяных, и так или иначе надо было формовать. И вот это устройство, оно формовало сразу еще и текст. Красивая такая беспечатная технология, металл потом можно было возвращать теоретически, правда, его никто не возвращал в советское время, но бутылки все возвращали. Я думаю, что мы скоро к этому придем или к чему-то подобному. Ну, может быть, может быть, посмотрим. Но красиво. Ну, просто похожая картинка, потому что тут тоже круглая и с рельефом. Канализационные люки. Наверняка вы замечали, бывают люки без картинок, а бывают с картинками. Удивительно, по стоимости производства они одинаковые. С картинкой отлить люк стоит столько же, сколько с крестиками, с квадратиками или с полосочками. Разница только в первоначальной работе. Сделать первоначальный рельеф, но на самом деле эта разница, она вся размазывается на тираж и является несущественной. Поэтому, мне кажется, грех не делать для своего города люк с его красивыми картинками или с чем-то еще. Но и опять-таки, я хотел бы подчеркнуть, самое важное здесь не люки или не крышки, а ситуация, когда дизайнер должен думать не только про задачу, но понимать, что могут быть параллельные задачи, могут быть дополнительные варианты. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Продолжение следует...